приветствую коллеги с вами ползав вадим и сегодня рассмотрим тему торговли по трендам я покажу и объясню те ситуации которые торгую я что смотрю при подходе к уровню что жду перед уровнем что жду после пробоя уровня и некоторые нюансы постараюсь объяснить надеюсь что в будущем сможете успешно применять на практике так как принципе все прозрачно и данная методика скажем она применяется многими и довольно таки успешно единственное чего нужно отталкиваться это от размера стопа и от соблюдения математики то есть если мы заходим с коротким стопом то нам достаточно забирать небольшое движение для того чтобы по математике у нас получалось не менее там трех трех с половиной к одному на крипте чуть больше 3 к одному так как есть комиссии ну не только на крипте на других инструментах в принципе аналогично просто сейчас внимание приковано моё к рынку криптовалют именно конкретно к фьючерсом все интересно и по технике неплохо довольно таки отрабатывает пожалуй начнем значит у рынка существует скажем так три состояния тренд вверх тренд вниз и боковое движение то есть когда цена стоит в неком диапазоне мы не можем обновить х и не можем обновить по это мы такую фазу но и принято называть рейнджем либо там на торговка какой-то этом то есть рынок стоит и в данном случае торговля будет являться не трендовой то есть не по тренду от границ области накопления либо распределения о чем мы узнаем в будущем исходя из того что было после то есть если мы видим картиночку что у нас есть трендовое движение вверх далее цена встает в некое накопление даже на этом отрезке графика видно что у нас из накопления выход вниз и это не ложный закол нижней границы с последующим уходом наверх то есть если вниз выходит там для сбора стопов и высадки лишних пассажиров скажем так для дальнейшего ухода наверх выход именно истинный то есть есть движение вниз опять таки есть какой-то ретест и последующий какой-то уход но нас интересует состояние рынка когда движение идет направлено когда мы можем предположить и определить что движение у нас трендовая если мы на графике видим последовательно обновляющиеся в плане по своим лаям точки остановки продаж то есть здесь у нас самая нижняя точка далее после движения вверх следует откат этот откат выше предыдущего и следует так называемый перехай когда мы обновляем предыдущие экстремам слева то есть если мы будем ориентироваться именно на экстремы после обновления этой точки у нас опять следует откат далее следует опять движение с обновлением предыдущего экстрема опять откат и так далее каких точках мы будем заходить по тренду то есть торговли по тренду подразумевает собой вход на пробитие предыдущего уровня от экстрема точки излома тренда с целью дальнейшего движения вверх по тренду то есть мы как бы присоединяемся к крупному участнику к группе участников которые двигает рынок то есть если происходят какие-то например события касаемо в частности возьмем от доллар доллар у нас сильно рос именно как валюта в то же самое время иена примерно сберем очень сильно обесценивалась голова все это происходило одномоментно процентную ставку фрс поднимали центробанк японии оставлял ее неизменной на низких уровнях не поднимаю вообще ни на сколько иена стремительно дешевела или как пример был с турецкой лирой то есть такие вот трендовые длинное движение это как раз такие ситуации где можно посидеть подольше с целью извлечения максимальной прибыли вот среднесрочных или долгосрочных каких-то сделок оля и инвест идей на каких-то с целью то есть не короткие спекулятивные входы на продажу или покупку а именно вот взять подешевле и продать там сильно дороже ну или наоборот что мы ждем что я жду при формациях на продолжение движения я жду обязательное условие это плавный подход ценой к точке излома если это происходит то я допускаю входы именно в пробой особенно на криптовалюте криптовалюта очень часто подходит к как глобальным уровнем так и локальным с поджатием на очень маленьких барах если у нас происходит поджатие на мелких барах перед пробоем это идеальная ситуация так как с ними низкая волатильность перед пробоем дает возможность поставить короткий стоп в отличие от большой волатильности то есть зависимость в зависимости от текущей волатильности в момент принятия торгового решения оценивая волатильность мы понимаем размер нашего стопа если цена летит к какому-то сильным уровнем там на паранормальных барах там будь то локальный таймфрейм или там на дневке то в данном случае от сделки именно в пробой следует воздержаться заходить если пробой состоится то с ретеста то есть это момент когда цена пробивает уровень и далее тестирует уровень с обратной стороны то есть такие ситуации на криптовалюте довольно таки часто бывают что на что еще нужно обратить внимание на то сколько уже цена прошла перед подходом к уровню то есть если мы рассмотрим ситуацию что у нас вот как данном случае здесь изображен некий гэп гэп идет в зачет а то поэтому здесь еще открылись мы над уровнем то есть ожидать дальнейшего какого-то движения сразу за экстремум с учетом того что здесь уже про нормальные круто явление произошло рассчитывать не стоит то есть если мы при ходе по тренду оцениваем то что было до то в зачет идет свободный отар сколько мы прошли на подходе к уровню как мы подошли к уровню то есть наличие затухание волатильности и малых баров на локальном таймфрейме и главным условием является ключевой какой-то уровень относительно которого мы понимаем что за уровнем есть скопление стопов и если цена выходит за критическую точку то стопы начинают срабатывать и в это движение присоединяются также попутно участники и это вызывает как дополнительный натиск движение и движение если пробой истинный то ускоряется и мы можем наблюдать импульсный характер то есть не вялые какое-то движение там на 5 минутки именно резкий выход значит уровень у нас определён правильно и наше предположение оказывается верным также возможны ситуации для входа на примере нисходящего какого-то движения можно скажем так наблюдать ситуацию когда цена при вы при выходе за какой-то локальный локальную точку излома на мелком таймфрейме происходит закрепление за уровнем то есть это либо проявление лимитного участника то есть когда эти минутки будут биться в одну точку и не пересекать уровень в пред пробойную плоскость в обратную то есть если мы смотрим short то после того как цена заходит сверху вниз под уровень обратно выйти не может то есть тот кто толкает цену вниз он заинтересован удерживать от возможного выхода наверх потому что после того как цена зашла вниз присоединяются попутные участники и свои стопы не располагают уже в предпробойной плоскости и тогда если цена вернется в предпробойную плоскость полетят их стопы и присоединятся к движению те кто торгует например ложный пробой и будет прятать свой стоп уже за уровень снизу либо там за хвост возможного ложного пробоя чтобы этого не допустить цену удерживают под уровнем и в данном случае это идеальная ситуация для входа в продолжение так как у нас понятный стоп если мы входим от лимитного участника то нам не нужно ставить стоп на значительном каком-то отдалении от цены от уровня достаточно буквально два-три спреда если адекватная волатильность и адекватное поведение рынка сразу за лимитный уровень так как если цена выйдет то нам нужно будет дождаться опять возврата и опять удержание цены то есть я жду после пробоя 3-4 бара для входа в продолжение на 5 минутки и чтобы в этих ну я жду 3 бара если в этих трех барах 3 является баром который закрывается наверх и ближе к уровню и выше предыдущего бара то у нас формируется вот это вот то самое поджатие когда цены могут вытащить наверх и мы получим обратное движение я буду ждать еще один бар вниз для того чтобы случилось выравнивание если выравнивание есть тогда вход со стопом за уровень будь то локальная ситуация относительно дневки например если мы заходим в сортовую зону то ниже уровня я буду рассматривать только шартовый сценарий это вот самое что ни на есть главное ну и вот говорится с ножа монетка аудио так как мы позавчера и вчера неплохо так прогулялись была какая-то коррекция цену закруглили и относительно дневного уровня 27 38 это вот этот экстремум то есть мы его пробили я жду и тест вчера была возможность по торговать контр тренд так как мы после коррекционного движения не обновили хаи то есть мы можем предположить то что трендовое движение закончилось и уход ниже этого отката сигнализирует о возможных каких-то продажах и целевыми будут выступать уже какие-то локальные точки отката там где продажи останавливались им они как целевые зоны если уйдем вниз вероятность ртс то есть и ртс состоялся ночью и сегодня вот поболтались поболтались здесь не трогаем ждем выход обратно выше пробитого уровня и пробуем заходить есть импульсный выход в пробое в такой не лезут так как нет поджатия нет никакой формации именно привет пробойный там на торговке под уровнем как например был он здесь я жду выход выход есть есть всплеск объема то есть можно предположить что здесь либо закрыты шорты кто там продавал сверху либо у нас вновь проявление покупателя и можно пожелать дружине куда-нибудь на переходе на данный момент половина позиции закрыта с обеспечением соотношения 37 к одному половина в безубытке с целью куда-нибудь там на повыше если все случится то будет хорошо значит первый подход волатильность большая не лезу цена немножко отошла и после закрытия вот этого бара наверх вход со стопом за хвост ложного пробоя данном случае стопик получился всего 0 8 процента ну и да а я вот прогулялись уже почти 6 пока все неплохо тоже есть небольшой закол в данном случае относительно дневки после сильного движения мы пробили ближайший слева экстремум который остановил и также у нас уровень является с историей крепким то есть это примерно нижняя граница вот этой на торговке можно поожидать что если цена удержится то вот этот хай будет обновлен то есть вот это как дальняя цель и здесь уже будем смотреть как будем подходить если будем подходить мелкими барами то возможно при пробое можно будет добрать объема с целью на подержать вот как то так что касаемо трендов в принципе все если есть какие-то вопросики можете оставлять под видео в комментариях всем удачи попутного тренда используйте стопы и соблюдать математику всего доброго вот Субтитры создавал DimaTorzok